Всем привет, друзья! С вами Вадим Два Кокао. Снова игра от Blizzard вышла. Это всегда было событием, но, конечно, в 2023 году игры от Blizzard могут выглядеть вот так вот. Это Warcraft 3 Rumble. Посмотрим, как вообще в это играется, что делать и почему ты не можешь стрелять через стенку. Ну, Бас, сундук забирай. В общем, игра вот только-только-только вышла этой ночью, и я решил ее вам показать. Конечно, очень странно видеть подобное в 2023 году, но кто я такой, чтобы осуждать это дело? Так что посмотрим, поиграем, пощупаем. Какой-то дальнобойной штукой меня атакуют. То есть это что-то типа Clash Royale, но... Что это такое? Какая-то фигня. Но с кучей всяких вот фишек. То есть, например, можно менять маршрут своих юнитов, можно всякими вот такими вот вещами необычными заниматься, добывать ресурсы из шахт. То есть, ну, такой усложненный Clash Royale. Но самое прикольное, что с персонажами Warcraft'а. Да, поздновато это выходит, но в любом случае, я думаю, нам с вами, любителям Warcraft'а, стоит на это хотя бы посмотреть. Warcraft 3 в названии, по идее, должен привлечь внимание, и поэтому, по крайней мере, на логотипе красуется Warcraft 3. Blizzard пытаются как-то что-то получить из этой франшизы. Непонятно. Мне кажется, что эта игра, если честно, будет вторым Heroes of the Storm. Потому что, ну, игра вроде прикольная, но вышла поздновато. И сейчас у игры, тем не менее, как и у любой практически игры, у Blizzard появились какие-то свои фанаты. Им, конечно, сейчас неприятно смотреть... А, вот, добил. Неприятно смотреть на то, что игра загнулась. Интересно, вот стая стервятников, их количество увеличивается со временем, их становится все больше и больше. Забавный такой юнит. Я играю в режим сражения с боссом. Здесь уникальные, достаточно интересные боссы. Мне вот это вот понравилось. Сейчас бабахну этого челика, чтобы он второй ресурс не добыл. О, и найс. Сейчас дозахватываем вражеских юнитов, захватываем контрольную точку. В Clash Royale вот такого не было, так что есть что-то свое, что-то новое. Ну и вот на Дредноуте сидит Эдвин Ван Клифф, знаменитый персонаж из нашей с вами любимой вселенной. Правда, конечно, в варике его не было, я уже встретил его в Хардстоуне. Эта миссия помечена как сложная. Вы видите, вот что вот так корабль стреляет, таким крестиком помещает следующие выстрелы. Все совпадения с Гангпланком из Лиги Легенд случайны. Идем добывать ресы. Есть инкомный персонаж, это главное, это важно. Так, 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 так. Ну, есть вот эти вот самые сундучки, из которых падают ресы. Но увидите, что противник каким-то образом прорывается. Здесь есть еще, типа, лидера отряда, это суперсильный юнит, который у меня почему-то не очень сильный. Так, оп-оп-оп, эх, а здесь микростанчика, видите, не проходит у молнии. Так что это не копипастка, шояля, если кто-то подумал. Так, вот этот вот парнишка типа бомбера. А почему? Странно. Как-то он не хотел кидать свои тыквы. Ну все, видите, суперсложная миссия пройдена. Меня, конечно, смущает, что половина моих зрителей смотрит меня с компа. И, конечно, смотреть на это с компа не самое прикольное. Но допростят меня ПК Любы. Так, и зрители с именем Люба. Потому что, ну вот, к сожалению, игра исключительно на телефоне. Я попытался еще так чуть сузить это дело, чтобы на компе хотя бы вы там не один пиксель в ширину видели. Но, тем не менее, дредноут, сложное задание. И я могу открыть новый какой-то отряд скелеты, курицы, злые курицы, бандиты, братство справедливости. За одну манну кста. О, прикольно. Одна манна, это хорошо. Курица, две манны. Ну, курицы вообще прикольные. То есть их, конечно... О, а вот этот вот... Нет, это не тот самый ребятенок. Здесь есть пуджик, который притягивает врагов. А, ну тем более это скелеты. Так, ну давайте куриц возьмем. Ну что, ребят. Я и решил сыграть в ПВП. Здесь, видите, сразу пытаюсь захватить сундук. И курица отправлю сюда, свежедобавленных. То есть, потому что сундук, это прикольная тема. Вы сразу же получаете две монетки. Две монетки, это прикольно. Ну и сейчас я жирненьких юнитов отправляю сюда. Сюда отправляю добывать резы. Ну, такой вот у меня прорыв на меде. Вот этот вот достаточно жирный юнит, который бьет по двум целям. И Близзард от противника, который просто уничтожил мне все, что возможно. Куриц я отправил на его базу, но, к сожалению, его курицы... Точнее, он куриц победил. Два ресурсика добыл мой товарищ, но, к сожалению, это все. А, вот, кстати, нет, как раз открылся рез тут. Курица подбегает, забирает сундук. Надеюсь, сейчас как раз откроется новый сундук тут. А, курицы успели подбежать сюда. Забавненько. Так, и давайте собиральчик рез еще заспавним. Я думаю, что как раз со временем, когда... Бабах, давай, давай, стреляй, копья метай, все делай. Я думаю, что как раз, когда добежит, он появится жила. Не, не появилось. И он идет просто отдаваться туда в здание. Как же волчара разгоняется и бьет главное здание противника. Ну, мое здание, я думаю, потанкует. Игры в Клэш-Рояль научили меня какими-то моментами жертвовать. Блин, я жахнул молнией, а у него как раз авиация тут появилась. Так, надо скорее вот этого челика отправлять. Антиэйра у меня вообще какой-то с ним напряг. Так, один, два, три. Эх, блин, как они быстро грызут, гадины. А ты влево не пойдешь? Не пойдешь ты влево, к сожалению. Что-то вообще не туда все идет. Ладно, отправим сюда куриц, курицы бегают как бешеные. Бабах! Ну, волчь-всадник сейчас погибнет. Здесь я добываю рез, здесь я грызу, и все вроде нормально. То есть, главное, что он отдает мне ключевые точки. И здесь, видите, да, не просто там защищаться, не защищаться. На карте раскидано много всяких штук. И я вот пока это дело распробовал. Вот, но опять-таки, единственное, мне надо, конечно, сбалансированную, какую-то более сбалансированную колоду, потому что с воздухом у меня некие проблемы. Ну нет, вот просто бабахнул и все. Так, курицы, давайте тоже бегите, догоняйте основной состав. И вот сейчас вот эту вот барышню я прокликаю. Скорее всего, куда-то сюда. Вот, ну, блин, видите, я заспавнил заранее. Но пока, пока она прилетела, вражеский юнит уже сдох. Курицы радуются моей победе, и я вместе с ними. Забавная карта, кажется, что сильная. Всего за две маны. Чем дешевле карты, тем быстрее ты можешь проматывать колоду, тем быстрее вызывальщиков ресурсов добывать. Ну, а самое главное, понимать, что это неком. За большую серию побед у меня 565 непонятно чего. Короче, мечей каких-то плевать. Идем дальше. Так, ну что, друзья. Получается, Blizzard взяли идею не только в Clash Royale. Да стреляй, почему я не попал по сундуку? Да какого черта? Не только в Clash Royale, но еще и убрал у Старса. Ой-ой-ой, пошел добывать, но я сжахнул его тут. Этой женщиной. Какие-то дракончики летят в воздух. Да, воздух тут сильная тема, потому что у меня, по крайней мере, маловато антиэйра. Давай, живи, живи, живи. Нет, к сожалению, не выжил. Вот, здесь будут, получается, разные карты встречаться. Прикольно добывать резы прямо во время такого боя. Ну, оптимизировать реально все. Вот это вот дело, чтобы можно было в это как-то удобно играть. Сложно. Волчара слишком быстрый, к сожалению, сейчас... А, ну, сейчас ворвется, может, в того. Сундук. Сундуки сейчас как раз появятся. Ой, это хорошо. Не знаю, что за челик тут вызвали, насколько он опасный. Так, 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 все мое, блин. Да, не ожидал я такое количество резов. Бомбы поставил. А, это... Ничего себе. Такие вот нестандартные ребятишки. Так, ну тут... У меня вот эти сильные ребятки идут. Не знаю, отправлю здесь куриц. Вдруг он решит что-то собрать. Сейчас сундуки, наверное, будут появляться. И как раз я эти сундуки соберу. И волка можно здесь отправить. Ой, а кто убил тут моего этого... Блин, вот курицы просто грызут с плэшевика. Это что-то нездоровое. Мое. Мой ресурс, мой ресурс. Так, здесь тоже отправим челик. Он Близзард на одну цель отправил. Это такое себе. Близзард очень много дамажит. Наверное, достаточно дорого стоит. Я вот не знаю, что за нага вот эта вот. Насколько она опасна. Насколько она сплэшула. Сейчас мы давайте прямо сейчас... Ёперный театр. Надо такую нагу заиметь. То есть он, видите, и против соло-таргет-то что-то сносит. И главное, еще и ауешет, как бешеный. Офигеть. Вот это да. Ой-ой-ой. Чуть-чуть такое что-то происходит. Так, ладно, падаем на сундук. Забираем его. Так, курица, бегите, забирайте сундук. Здесь надо леса добывать. Здесь, видите, жила одна появилась. Противник вообще затихарился. Но это прикольно, что если противник тихорится, ты можешь в этот момент захватывать ключевые точки на карте и получать большое преимущество. Курицы здесь меня, к сожалению, сгрызли, но мы сейчас их бахнем. Или не бахнем. Да сейчас курицу ее сгрызут, смотрите. Нет, ладно, справились. Вот этот вот челик, конечно, это грязь. Так, здесь давайте добытчика аккуратненько вызовем. Ну, дом-то должен хорошо затанковать его. Он что-то даже и дом нормально бьет. Хотя уж то-что. А, то есть как только... Здесь я в этот момент добиваю ему дом. Дополнительное время, еще минутка, и дальше потом по хп, насколько я понимаю, будет смотреться. А, нельзя на дом скидывать ее. Прикольно. Наверное. Обидно. Да, я бы лучше взял эту нагу, чем подрывника, потому что подрывник какой-то никакой. А нага, она и соло-таргеты более-менее что-то делает. Ну, понятно, что он дороже. Осталось 30 секунд. О, нет. Интересно, а если молнией бахнуть по его дому? Давайте сюда волка, сюда куриц. Ай! А, получается, то есть вот эти яйца, наоборот, добивать не надо. Из них выпадают все самые дракончики. Так, мы сейчас подкрепу сюда отправим. Все, конец. Играю я на другой карте. Написано никаких уловок и оружия. Хотя, если честно, вначале выглядит абсолютно так же. Не знаю, что за уловки и что за оружие тут. Но их нету. Если бы даже они были. Так, жах им сюда молнией. То есть, видите, он эту вот Джайну самую вызвал, которая увеличивает... А вот что через стену бы не выстрелить? Которая увеличивает урон от заклинаний. Ать-ать-ать-ать-ать-ать. А, не добил чуть-чуть. А эти ребята просто идут. Странно, ну идите, идите. Я не против. Так, 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 так. Какого-то Пуджа он вызвал, который, видимо, притягивает к себе юнитов. Ну, в целом и наплевать, притягивай. Сейчас будем в наглую добывать его жилу. То есть, в этом какой плюс? Что, как минимум, я добуду, а он-то не добудет. Так, можно, наверное, курицу уже сюда вызывать. Да, вот уже появились сундучки. Сундучки забирать-то очень круто. То есть, я вот за три сейчас заберу вот эту штуку, во-первых. Во-вторых, у меня будет юнит. А в-третьих, он не заберет. Что еще, наверное, самое важное из всех этих историй. Так, и забираем вот здесь вот жилу. Ну, то есть, надо стараться контролировать все, и за счет того, что я все захватил, у меня все так неплохо. Я уже грызу его дом. Ну, ребята какие-то тут неопытные совсем попадаются. Иногда. Я, ребята, конечно, переживаю, что показываю вам видео не на самом удобном экране. Так, успевай, 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 пожалуйста. Кому досталось-то? Мне вроде досталось, черт пойми. Курицы все грызут. Не, ну курицы будут моим любимым юнитом. Как толпа скелетов, один из самых моих любимых юнитов в Clash Royale был. Так, здесь у него такая вот история. Интересно, а молния обоих бабахнет? Молния вообще никого не ударила. Интересное кино. Интересное кино. Так, здесь я резы добываю в этот момент. Ну, давайте вот этого товарища вызовем. Он потанкует, башни расстреляет в целом. Я хотел очень сильную нагу взять, которая сплэшует, но мне ее не предлагают купить сейчас, к сожалению. Я взял... Ай-яй-яй-яй. А ты не добьешь его? Вызвал... Ой, добил. Найс. Найс. Все, все вот эти вот резы у меня. Но он, блин, джайный мне захватил точку прямо у меня под боком. Ешкин кот. Какой нехороший товарищ. Чуть я только отвлекся. А он вот этой джайной все сделал. И вот у меня мало антиэйра. Моя проблема моей вот текущей колоды... Так, нормально, я все отхватил назад в целом. Антиэйр это моя прям проблема. Так что давайте вот этого челика отправим. Но без танкинга, конечно, его воздух тут легко заберет. Ой-ой-ой. Убивают моего шахтера. А, ну мы куриц вызовем. Курицы пусть танкуют. А, хо-хо. Зато антиэйр, видите, достаточно быстро все забирает. Сейчас у меня еще резы пойдут. Ну и мой генерал, конечно, один на один джайну... Хотя джайна замораживает. Ё-моё. Так-так-так-так-так, что-то я немного психанул. Ругается кто-то еще. Джайна постоянно новая рождается. Но сейчас я должен ее... О, она тоже сдохла. Джайна стоит дешевле моего генерала, конечно. Сейчас здесь еще попытаюсь резы пособирать. И, наверное, здесь вызываю курицу. Сейчас скоро сундуки должны появиться по моему внутреннему таймингу, который не обязательно, конечно, правильно работает. Что это было? А, это он эту дамочку вызвал. Но курица успеет ее взгрызть ни черта. Странная вот эта дамочка. Я даже думал, может от нее отказаться. Но пока играю. Так-так-так, сейчас появятся новые резы, поэтому обязательно надо вызывать. Волчарка. Так, ну и курицы пусть идут, танкуют, защищают копьеметатели. Копьеметатель сейчас, конечно, воздух зарежет. И давайте сюда еще копьеметатели. Все, курица на опережение. Ты давай иди, пособирай резы. То есть, ну, за единичку-то инком вызвать. Это вообще святое. Куда вызывать-то, ребяток? Так, ну и готовимся вызвать сюда вот эту вот женщину. Он что-то там молнией сделал. Курица со всех сторон набегает на его дом. И это победа, ребята. Ну что ж, давайте сыграем в ПВЕ. Кажется, что он интереснее, потому что боты как-то выглядят посерьезнее, чем реальные противники. Чаще всего Вурдалаша мой противник. Да, ребята, я понимаю, что хотелось бы в 2023 году показывать вам Варкрафт 4 или Варкрафт 3 рефорджет-рефорджет. Ну, то есть, как бы нормально рефорджет. Но вот вышла сегодня эта игра с извинениями. Показываю ее вам. А, ну это ПВЕ. Я просто ПВП сыграл, привык к какой-то теме. А сбалансированный. А тут ПВЕ прям очень жестко перекос в сторону противника. Молния здесь мощная. То есть, видите, что она дамажит даже, ну, не только какую-то мелочевку, а более сильных ребяток на пол-ХП снесла тоже так. Давайте здесь. Ой, а там какой-то АУЕшник, а я туда вызвал толпу. Ща бы не сдохнуть тут. Пофиг. Затанкуем как-нибудь. Или не затанкуем. Да, затанкуем. Башня не такое вытанковывала. Так, давайте сюда сейчас бабахнем. Опа. Добьем этого. Потом там еще не дадим собрать Ресы, Челику. А сюда досылаем. Блин, ну вот почему? Единственное, вот сверху он не хочет забирать. Ну, вот этот сундучок, например. Так, здесь Ресы можно собрать. О, а здесь все-таки сверху я босса атакую. Он сразу же резко вызывает сюда толпу. Но я молнией сейчас все добью. И курочки, рябы. Все, нормально. Вурдалаша я, несмотря на свою прекрасную прическу, повержен. Новый левел чумного фермера. Но мне не нравится этот чумной фермер. Если честно, опять-таки, мне нравится Нага, которая, она и соло цель фигарит, и дальняя. Она, конечно, дороже, но выглядит увереннее. Так, ну что, как обычно, захватываем сразу два рудника и инкомного ребятишку вызываем. Здесь, конечно, противники меня, скорее всего, жахнут. Но в целом-то и наплевать. А где мой там добытчик? Вот он идет. Потому что я сейчас спокойно... А, лоу! Эта женщина в итоге с волком вместе со всеми справилась. Я их вызвал, естественно, чисто ради Ресов. Видите, вот этой стрелкой можно к тому же направлять противников. Но я надеюсь, что главный дом сейчас здесь должен справиться, скорее всего. Чумной фермер. Ну да, главный дом расстреливает этих ребяток. Они тонкие такие. Сейчас под прикрытием танка все соберем. Добудем еще Ресы. И два сундука мои. Видите, один, второй. Сразу же вызываем здесь. Создаем второй фронт. Нападение туда-сюда. Ой-ой-ой. Какая-то баньша тут идет. Не знаю даже, а она сплышует, нет? О! Ничего себе, она вселилась в дом. Дом не работает. Я что-то все внимание на большую отвлекся немножечко. Так, давайте здесь будем собирать сутки Ресы. Здесь я его дом добиваю так-то, если что. Ящерицы какие-то пошли. Я, конечно, ворвался. Ну ладно, наверное, в этот раз могло не получиться бы добить дом. Но нет, получится на самом деле. Ладно. Так, ну что, играем с каким-то Челиком. Захватываем Ресы. Быстрыми юнитами. Ого, смотрите, у него... А-а-а, я отвлек его. Отвлек его, и все Ресы мои. Нет, или не мои. То есть, смотрите, надо не только открыть сундук, но быть единственным, кто еще стоит рядом с этим сундуком. И вот так вот не все так просто. Футменов каких-то он тут направляет. Азмадан. Так. Ой-ой-ой, она все-таки бомбахнет моего сборщика, к сожалению. Так, что, посмотрим, скинем на футменов. Футмены сильненькие. А он, гад, ресурсы добывает. Достойный противник, походу. Вот это поворот. Сейчас еще... Ой, раны я вызвал. Раны я вызвал. Ладно, волка сейчас заберем, этого заберем. Таздинку. Ого, здесь у меня забрали здание. Да ладно. Да вы шутите, что ли? Ого. Какой-то корейский прогеймер меня тут обижает. Вы посмотрите. У него все хорошо идет. Ну, уже и здесь появились сильные корейцы, которых черт победишь вообще. Я не знаю, даже вот я скину ее и что? Она их и не добьет, и ничего. Да это что такое-то, ребята? Ребята, дайте поиграть обычным геймерам. Я уже почувствовал себя лучшим игроком в Warcraft 3 Rumble в мире. А меня сносят. Ну, я, конечно, молнией бахну, и что? Какие-то футмены. Какой-то Тирион Фордринг у него. Это что такое-то вообще? Черт, вы донатеры. Алло. Какие-то футмены, если честно, приятные, скажем так. Их несколько. Соло-таргет они распиливают, А у Ешки их тоже не убивают, потому что у них много ХП. Весело. Блин, опять мне дали какого-то Тириона Фордринга. Так, ну у этого я хотя бы забрал. Все первоначальные Ресы. А где мой Волк? Вот где мои Курицы? Он их сплошанул, что ли? Ого, здесь Хантреска прибежала. Ё-моё. Что там у вас творится, ребят? Уборочный Голем. Ну и ладно. Убирайся отсюда. Ну, Хантреска моего добытчика убила. А эти не хотят его трогать. Ё-моё. Тут Тирион Фордринг, конечно. Что-то с чем-то. Так, ну здесь вроде как я фронт отстоял. Можно... Уборочный Голем восстановился, но тут же снова умер. Вот этот вот вообще дикий. Вот этого юнита я хочу. Да ё-моё. Посмотрите, вот. Уничтожил сзади стоящего. Давай. Ну, конечно. Мода. Он себя хиляет, этот Тирион, чёрт. Паладин, что сказать. Давай, Волк, грызи, грызи. Ну, блин, по идее, дамагер должен танка победить, но как-то нет. Ну, сзади Тирион подходит. Здесь добыча, там вот этот... Ну, вот этот вот челик, который сносит всё вообще, что есть на пути, мне не нравится, конечно. Ладно, куриц, что ли, давайте сюда разгрызите остатки. Не, он и куриц... А, он ещё сплэшует, что ли? Блин, я надеялся, что воздух начнёт бить этого. Так, ну ладно, моя последняя попытка как-то тут победить. Что он сейчас всеми силами побежал туда. У меня есть танк. А, ну сейчас вот этот чел, к сожалению, всё заберёт тут. Хантрезки какие-то. Корейцы донатеры, короче. Понятно, что новая игра здесь, кажется, донат может что-то очень клёво получить. У меня очень много юнитов, которых вообще ни черта мне нету, и не предлагается, и ничего. О, это как так-то вообще? Опять тот же самый человек. С тем же самым Тирионом Фордерингом, блин. Ну, у меня сейчас хорошее начало. Мда. Получается, всё-таки этот грифон сильный, надо его брать. Что ли? Хотя, вот, можно этой женщиной его убивать, да и ладно. А Тириону нау ешет ещё. Вот, как бы, чтобы жизнь мёдом не казалась. Конечно, вот так вот двое на одного в чистом поле что-то можно сделать. Надо добывать резы. Ну, сейчас сундуки как раз пойдут. Давайте танка вызовем. Ну, он не танк, конечно, в прямом смысле. Так, он успел тут забрать. Но сейчас я должен тут всё разгрызть, надеюсь. Да, волчара всё грызёт. Оп-оп-оп, да хватит трогать-то моего добытчика. Смотрите, успел убить. Голем гадский. Курицы, давайте, что ли, заберите. Не дайте ему один рез добыть. А, добивай его, добивай. А, смотрите, успел он, успел добыть. Так, ладно. Делаем вот здесь такое неторопливое прикрытие для того, чтобы, наконец, хотя бы собрать резы. Грифон пусть летит, но он АОЕшника вот этого вызвал. Но АОЕшник это пойдёт по центру. Так, волчара, давай успевай. Оп, отлично. Ну, сейчас... А, он это сейчас барышню вызовет, но не успел. Правда, единственное, он отвлёк мне. Подрывник, я не знаю. Так, не, ну, понятно. Один на один всё-таки Тиреона убить можно. Надо как-то... Ой, зачем я это вызвал сюда? Чуть-чуть не добил ему здание, к сожалению. Голем чуть не хочет драться. Всё. Добыли. Здесь сейчас куриц вызовем. Это уборочного голема, который не мультишотит, должны забрать. Здесь он танка вызвал для того, чтобы... Ну, вы удивитесь затанковать. Так, голем. Всё, вот это вот моё. Ах, он успел. Молодец какой. Ах, сейчас от этого вызову он соберёт сундучок, если успеет. Так, и точка моя сейчас будет. Волчарка, давайте, тут загрызёт. Здесь у меня подходят юниты. Ну, здесь, конечно, с камбэком сложно, если ты контролируешь мид. Он что-то Тиреона прям на отдачу вызвал. Давайте куда-нибудь сюда вызовем барышню. Сундук я тут собрал. И всё. Можно реально победить Тиреона, но очень сложно. Ну, то есть, если он его будет просто впереди, в чистое поле, одного против танка с дамакера отправлять, то победить можно. Вот такая вот игра, ребят. Надеялись на Warcraft 4, как я уже говорил. Ну, хотя бы персонаж знакомый. Пишите комменты. Ну, и сегодня в 6, как обычно, будет видео по стандартному варику. Это такое бонусное видео. Всем пока!